В Молдове очередное ЧП. Они не смогли найти денег и выплатить долг России за доставленный газ. В правительстве пообещали урегулировать данную проблему, но попросили подождать еще несколько дней. Россия на это согласилась, показав таким образом жест доброй воли. Как сообщил представитель компании Сергей Куприянов, правительство страны попросило не прекращать поставки газа и пообещало заплатить 26 ноября. В порядке исключения Газпром принял эту просьбу с пониманием сложной ситуации, в которой могут оказаться граждане Республики Молдова. В то же время Газпром твердо ожидает, что Молдова и дальше будет полностью выполнять свои договорные обязательства и современно производить платежи. Договорные обязательства должны быть выполнены, заявил он. Газпром недавно пригрозил прекратить поставки природного газа в Молдову, если страна не оплатит последние поставки. Газпром уведомил молдавскую сторону о том, что в соответствии с контрактом в течение 48 часов поставки газа будут прекращены, поскольку крайний срок для текущих платежей 22 ноября. Министр инфраструктуры и развития Молдовы заявил, что не видел уведомления Газпрома, поскольку оно было отправлено непосредственно газовой компанией Молдова Газ. Со своей стороны, президент Молдова Газ сказал, что задолженность перед Газпромом составляет около 74 миллионов долларов и представляет собой плату за газ, поставленный в октябре и первой половине ноября. В конце октября Газпром объявил о продлении на 5 лет контракта с Молдова Газ на поставку и транзит природного газа. Контракт Молдовы с Газпромом истек в конце сентября, и правительство в Кишиневе попросило о продлении, но не приняло ценовое предложение Газпрома в размере 790 долларов за 1000 кубометров газа. В 2020 году Газпром поставил в Молдову 3 миллиарда кубометров газа, что на 5,5% больше, чем в 2019 году. Согласно собственным данным компании, Газпрому принадлежит 50% Молдова Газ, правительству Молдовы – 35,33%, а оставшиеся 13,44% принадлежат правительству Приднестровья. В октябре Европейская комиссия заявила, что выделяет Молдове 60 миллионов евро, чтобы помочь ей преодолеть энергетический кризис из-за трудностей при заключении новой сделки с Газпромом. 22 октября парламент Молдовы ввел 30-дневное чрезвычайное положение, которое началось немедленно из-за нехватки природного газа. Во время чрезвычайного положения государству разрешено покупать газ в упрощенном порядке. Таким образом, Молдова купила в общей сложности 3,5 миллиона кубометров природного газа у транснациональной компании Dexty Commodities, голландской компании по торговле энергоносителями и товарами Vital и у польской PG&I Group. Это были первые поставки газа в Молдову из нероссийского источника. Молдова не имеет собственных газовых месторождений и покрывает все свои потребности в газе за счет импорта топлива из России.